Раз, раз. Всем привет. Меня зовут Станислав Герман. Я сейчас найду кликер. Покликаю. Я сегодня на домашнем поле, это в футболе называется. В общем, я работаю в Rambler & Co. Если вы думаете, что Rambler & Co. это поисковик или как-то сильно связан с поисковиком, на самом деле это не совсем так. В основном Rambler & Co. это медиахолдинг. Мы делаем медийные сайты. Кто догадывается, что такое медиасайт? Отлично. Сейчас я вам расскажу немножко, что это такое. Это новостные сайты, сайты, в которых размещается различный контент, такие, например, как Лента.ру, Мотор.ру. Я смотрю, тут много девушек, ВМЖ.ру, Пэшн.ру для тех, кто постарше. В общем, много различных специфичных медийных изданий. В принципе, здесь они перечислены, почему это важно, потому что многие из них написаны на Ruby. И нам нравится их писать на Ruby, потому что Ruby приятный, удобный, классный язык, рельсы богоподобны для эффективной, быстрой разработки. Но есть всегда нюансы. Все мы знаем, что сейчас в индустрии есть такое понятие, называется hype-driven development. Это когда появляется новая технология. Особенно господа фронтендеры очень любят вот это направление, когда у вас появился новый фреймворк. И, соответственно, на всех конференциях начинают его обсуждать. Конечно же, его хочется где-нибудь попробовать применить. И происходит большое количество публикаций, все начинают его внедрять. Но с рельсами такая история, наверное, сейчас уже не работает. Просто потому что хайп прошел. Рельсы – зрелый инструмент. Они, в принципе, постепенно растут и развиваются. Но вот того былого хайпа, смузи больше не наливаю, кстати. Поэтому хотелось бы поговорить именно про Ruby on Rails и при этом про микросервисы. Почему? Потому что Ruby on Rails разрабатывался в тот момент, когда хайпа микросервисного еще не было. И, соответственно, основная идеология строилась вокруг эффективной разработки Monolith. И, в принципе, когда мы разрабатываем наши медийные проекты, они выглядят примерно так. Тут очень простая схема. Это кадр из презентации для бизнеса. Мы им объясняли, как у нас все работает. В общем, работает оно примерно следующим образом. У нас есть база данных, с которой мы работаем. Обычный Active Record. У нас есть два приложения, скажем так. CMS и сайт. CMS работает с Active Record. С Postgres. Там у нас есть редакция, которая редактирует статьи, заполняет их. И в тот момент, когда кто-либо хочет опубликовать эту статью, мы собираем наш JSON аккуратненько в Active Model с сериалайзером и складываем в Mongo. Из Mongo затем наш сайт тоже на рельсах аккуратно их достает, читает и отдает пользователю. Почему так сделано? Потому что трафик очень разный. Когда у вас идут пользовательские запросы от клиентов, например, на ленте.ру, там в пике бывает достаточно большой трафик, в то время, когда CMS, она в принципе предназначена для очень небольшого количества пользователей, которые загружают картинки. Эти картинки надо порезать. Соответственно, вся эта схема очень завязана на память и процессор. Поэтому у нас исторически сложилось такое разделение. И в принципе это разделение очень удобно для разработки медийных сайтов. Мы все этим пользовались и, соответственно, постепенно мы масштабировались. То есть у нас появилось один проект, потом очень много проектов. Ну, в принципе, сейчас у нас их больше десяти, скажем так. Но есть нюансы. Во-первых, есть такая штука, называется закон конвен. Кто знаком с понятием? Вау! Классно! Это очень интересная вещь именно для разработчиков, потому что разработчики зачастую его не учитывают. Закон конвен гласит в том, что у тебя архитектура приложения определяется структурой коммуникаций в компании. И вот в нашем случае как раз главным заказчиком всегда являлся главный редактор. Ну, то есть у каждого издания есть свой главный редактор, который ставит задачи менеджеру, менеджер их распределяет среди разработчиков. И все, в принципе, делают медийные сайты, которые, в принципе, отдают контент, делают примерно одинаковые вещи, но делают это с какими-то своими нюансами. Потому что каждое издание, оно разное, у каждого главного редактора есть свое видение того, каким должен быть продукт. И, в общем, сами того, не желая, наш медийный бизнес определил архитектуру наших приложений. Но наступил прекрасный момент, когда у нас появился один заказчик. У нас появилась медийная дирекция, которая решила, что вот, ребят, давайте мы сейчас это все унифицируем и масштабировать будет проще. Почему масштабировать будет проще? Потому что, представьте, вам надо сделать новое медийное издание, которое будет называться Superlenta 2, например. И вам нужна команда разработки под это дело, вам нужны люди, которые это разработают, задеплоят, кастомизируют. Потом проект уйдет в поддержку, там нужно будет его немножко обновлять, иногда поменяются рекламные гайды, там надо подвигать рекламу и прочие вещи. И, как бы, большая команда разработки там, хотя и не нужна, но люди иногда уходят в отпуск. Соответственно, при любом масштабировании вот на такой архитектуре мы получаем увеличение штата разработчиков постоянное. И самое интересное, что в этой ситуации? В том, что вот, если мы посмотрим на эту схему, да, у нас есть каждый сайт, он зарезервирован. То есть мы их умножаем на x4, вот, это огромное количество железа. В общем, наша задача, как команда разработки для медийных проектов, унифицировать все это дело и уменьшить срок выполнения задач, ну, примерно, там, в N раз, да, потому что сайтов, допустим, их больше десяти, соответственно, одна и та же задача, у вас появляется новый Яндекс.Зен, да? Вы знаете про Яндекс.Зен? Крутая штука, отдает огромное количество трафика, и бизнесу очень надо. Когда мы понимаем, что у нас, например, трафика социальных сетей меньше, чем Яндекс.Зен, там, в три раза, нам срочно всем нужен Яндекс.Зен на всех, там, десяти сайтах. И мы десять раз делаем одно и то же, вот, потому что наша архитектура вот такая. И, как бы, это очень плохо. Притом, в этой диалогии у нас сайты, они очень тупые, они просто отображают наш контент. При этом CMS, она, во-первых, знает все про сайт, потому что, когда она сериализует данные в JSON, да, мы как-то догадываемся, как он будет отображаться, и, соответственно, они достаточно сильно связаны. Во-вторых, нам нужно получать информацию из различных источников. Это, например, прогноз погоды, курсы валют, там, и прочее. И это все тоже делает сайт. И, соответственно, вот идеальный вид для заказчика, да, был бы вот такой. Мы сделаем какой-то один большой классный монолит, да, который будет совсем это, все это дело обслуживать, но при этом у нас будет еще 12 сайтов. Собственно, когда мы говорим про архитектуру, да, всегда возникает вот именно этот слайд, потому что, ну, вот как-то так получается. То есть пишем монолит, получается это. Пишем микросервис, получается, ну, вот много нюансов, да. Притом, вот мне очень нравится вот этот термин, на английском он звучит как accidental architecture. Я перевел как случившееся. Часто в Rambler у нас есть термин исторически сложилось. Ну, вот исторически сложилось, это вот случившаяся архитектура. Почему случившаяся? Потому что если вы не планируете архитектуру вашего проекта, она у вас все равно есть. Ну, как бы не бывает систем без архитектуры. Ну, это как ненаписанный код. Вот ненаписанный код, ну, его тоже не бывает. И вот без архитектуры проект тоже не случается. Как-то так. Поэтому программирование через боль, программирование через боль, это когда вы принимали ваших архитектурных решений, о которых даже не подумали, а потом как-то код становится писать сложно. Ну, вот прям больно каждый раз, иногда там появляются какие-то баги, нюансы и прочие вещи, и вроде поменял там пару строчек, у тебя половина тестов завалилась, и что происходит, непонятно. В общем, решили мы с этим немножко поработать. И, в принципе, дальше я буду рассказывать про процесс эволюции вот нашей платформы, которая раздает медиа-контент от, скажем так, от случившейся архитектуры к тому, что мы пришли. Двигались мы, скажем так, в сторону микросервисов. Но и двигаемся мы, наверное, вот достаточно большой командой разработки. У нас 8 бэкэндеров, уже полгода, и мы все движемся, но при том движемся в классном темпе. И я во многом благодарю за это Ruby on Rails, потому что писать приятно, язык для разработки быстрый, но при этом у нас есть еще в команде наши фронтендеры. Команда фронтенда в Рамблере очень, по моему мнению, очень сильная. Они любят, скажем так, инструменты, которые облегчают им жизнь. Поэтому, в принципе, так же, как и я, мы это мнение разделяем. Инструменты в современном джава-скрипте очень крутые. Ну вот крутые ровно настолько, что в Rails 5.2 в пак, ассет пайплайн заменили в паком по умолчанию. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот GS инструментарий становится очень зрелым, ну это происходит, и он становится более зрелым и более удобным для работы, нежели рельсовый инструментарий для фронтенд задач, скажем так. И это надо учитывать. А мы вот, в принципе, с теком с ES6, в пак, бэбл пользуемся уже два года. У нас есть там свой самописный гем, который позволяет это подключить к рельсам. Поэтому, в принципе, там вот архитектура, которой мы старались прийти, при разработке всей этой истории заключалась достаточно просто. У нас есть CMS, она публикует в Mongo, API получает данные из MongoDB и отдает в серверный Node.js. Почему мы используем серверный Node.js, он же изоморфное Node.js приложение? Потому что для нас очень важен SEO. Мы не можем написать SPA, который не будет проиндексирован, и, соответственно, у нас не будет лица трафика с поисковых систем. Поэтому рендерить на сервере, ну, как бы, это для нас обязанность. При этом, если ты будешь делать это при помощи Ruby on Rails, там, наших любимых шаблонизаторов Slim, Hamel и прочие вещи, код тебе придется написать два раза. Даже учитывая, что пользовательские интерфейсы у нас с точки зрения фронт-энд разработки достаточно простые, там все равно в современном вебе очень много JS. Приходится использовать JS-библиотеки, React и Redux, и, ну, грубо говоря, дублировать логику серверную и фронтовую. Соответственно, изоморфный Node.js, который при первом запросе, у тебя запрос приходит в Node.js, у тебя серверное идет обращение в API, нода возвращает отрендеренный HTML и клиентские библиотеки, которые работают с API напрямую. Очень удобная штука, всем советую, если у вас есть подобные задачи, но, опять же, тут есть нюансы. Какие нюансы здесь есть? У нас теперь не только CMS-ка знает о том, как мы должны отдавать данные для сайта, но и API знает про то, как должен работать фронт-энд. Соответственно, к монолитной архитектуре это вообще не имеет никакого отношения. Это так называемый распределенный монолит. То есть, ну, грубо говоря, вы разделяете ваше монолитное приложение на отдельные сервисы. Но эти сервисы настолько сильно связаны, что, в принципе, изменение любого из этих сервисов приводит к тому, что надо переписывать остальные. Ну, вот так вот работает, да. Историческая архитектура, исторически сложившаяся. Поэтому у нас есть… Мне очень нравится эта диаграмма. Она примерно объясняет, как происходит разработка, если вы пытаетесь уйти от монолита. С повышением сложности системы время на внесение изменений увеличивается. Почему увеличивается? Потому что писать монолит сильно проще. Ну, вам не надо делать сетевые вызовы, заботиться о сетевой доступности. Всегда вызвать метод Ruby-объекта в разы проще. Поэтому для того, чтобы при переходе на микросервисную архитектуру скорость изменений возрастала, а не убывала, нужно четко разделять границы между сервисами. В нашем случае, по историческим причинам, изначально это было не очень реализовано. Поэтому мы, конечно же, использовали Swagger. Кто знаком с инструментом Swagger? Понятно. Сейчас я вам расскажу про очень крутую штуку. Смотрите, Swagger — это инструмент, который сейчас поддерживается Google, Microsoft и, по-моему, практически всеми большими крупными американскими компаниями. Когда-то он назывался Swagger, сейчас он называется Open API Standard, если я не ошибаюсь. И эта штука позволяет делать очень простую вещь. Вы описываете некоторую схему, по которым ваш сервис данные эти отдает. И к нему есть пользовательский интерфейс. Если выглядит он примерно так. Соответственно, в этом пользовательском интерфейсе можно с данными поиграть. Это некий сэндбокс, где фронтендеры получают, во-первых, точное описание контракта. Во-вторых, они могут с этим контрактом поиграться, понять, как он работает, какие данные живые он вернет. И что самое удобное, можно тестировать свой API респеком на то, что он соответствует стандарту. То есть это позволяет нам сделать очень простую вещь. Во-первых, описав границы каждого сервиса, описав контракты, это позволяет нам прям очень хорошенечко зарефлексировать, а что мы на самом деле делаем. И правильно ли мы это делаем. И какая цель у этого сервиса. И почему он выполняет именно вот такие вещи. И описав это, мы можем избавиться от стокгольмского синдрома. Это такой, знаете, бывает момент, когда ты долгое время работаешь на проекте, ну там год-два, как минимум. И код, который тебе изначально оказался уродливым, который невозможно поддерживать, ты начинаешь любить. Вот прям всей душой, да боже мой, как же классно написано, думаешь ты. На самом деле это стокгольмский синдром. Это работает именно так. Ну то есть ты к коду привыкаешь, понимаешь, что, ну в принципе, можно было и хуже написать. И, ну да, а если переписывать, то перепишешь так же. В общем, определение границ каждого сервиса позволяет вот от этой штуки избавиться. Ты понимаешь, как это должно было быть реализовано, просто потому, что вот эта вещь делает вот это, контракт на это вот такой, а я при этом вот, а у меня код вот такой. Код надо переписывать. И тут возникает мой любимый тип архитектуры, архитектура жертвоприношений. В чем смысл? В том, что если у тебя четко определены границы, у тебя описан контракт, ты понимаешь, для каких целей этот сервис сделан, то код можно писать на выброс. Ну вот прям, почему нет? Потому что вот эта исторически сложившаяся архитектура, она возникает из-за того, что ты не можешь отказаться от своего кода по каким-то причинам. Потому что, например, монолит большой, его целиком невозможно переписать. Когда у тебя границы определены, ты можешь написать его на Ruby on Rails. На Ruby писать быстро, на рельсах еще быстрее. И, соответственно, у тебя затраты на написание такого сервиса, они минимальны. Как только ты понимаешь, что вот рельсы это был плохой выбор именно для этого сервиса, ты просто его выкидываешь и пишешь заново. Как бы это называется архитектура жертвоприношений. То есть любой сервис может умереть и, в принципе, быть переписан с минимальными затратами. Еще раз о законе Conway. Вот после того, как мы наконец-то определились с границами наших сервисов, когда мы начали работать, ну, грубо говоря, не через редакцию, а через заказчика-заказчика, вдруг выяснилось, что заказчик хоть и заказывает, но на самом деле требования к тому, что мы разрабатываем, появляются не всегда от бизнеса. Простой пример. Мой любимый Яндекс.Зен. Кто формулирует требования по формату Яндекс.Зена? Ну, наверное, Яндекс. Как бы это очень просто. Если у вас есть сайтмэпы, да, например, ну, я думаю, что у всех, кто когда-либо писал сайтмэпы, они в итоге как результат одинаковые. Ну, потому что одинаковые требования. Теперь внимание, вопрос. Зачем мы каждый раз пишем сайтмэпы? Я не знаю ответ. Просто так принято. Что сделали мы? Мы в итоге, грубо говоря, распилили всю историю именно по тем источникам, откуда у нас возникают эти требования. У нас есть CMS. Если изначально наша CMS работала с миллионом внешних источников и забирала, то теперь это делать не надо. Мы теперь можем CMS это штука, в которой редактируют контент. Вроде понятно. Соответственно, у нас есть сайтмэпы. Сайтмэпы у всех одинаковые. У нас есть один сервис, который генерирует сайтмэпы для всех проектов, которые сейчас подключены. Соответственно, в принципе, мы можем выложить докер-образ куда-то и очень хотим это сделать, когда доработаем до хорошего состояния. Берете, скачиваете докер-образ, разворачиваете, там есть push-интерфейс прям по ресту. Пушите туда нужные урлы и у вас формируются все вам необходимые сайтмэпы. Их на самом деле достаточно много. Есть обычный сайтмэп, есть для картинок, есть для видео, есть для новостей. и в принципе четыре это основных. И это достаточно большая работа, то есть в принципе на это можно потратить две недели разработки. Если вы пишете это на каком-нибудь сайтмэп-генераторе, подключенном к Ruby on Rails. Но две недели разработки, Ruby разработчика в Москве, ну это прям профит, если не надо писать каждый раз. Ну, соответственно, вот здесь красненьким отмечены наши релисовые приложения, желтенькие, это Node.js. У нас что важно в этой схеме, в том, что в принципе у нас общая кодовая база для всех сервисов. Единственное, чем они отличаются, тем, что мы деплоим их на разную инфраструктуру. Разворачиваешь дополнительное железо, передаешь переменное окружение, и у тебя сервис работает для нового сайта. Это позволяет ускорить первичную настройку в разы. Что важно, когда ты совершаешь вот такой, ну, распиливаешь свой монолит. Первое, это хорошо организованные процессы, потому что если у тебя от падения одного сервиса зависит работоспособность каких-либо других сервисов, то их надо по крайней мере мониторить. Если у тебя докер-инфраструктура, то надо куда-то собирать логи, потому что в докере они вместе с падением твоего контейнера все потрутся. Тебе нужна, контейнер не должен хранить состояние. Соответственно, все файлики, которые у вас куда-либо сохраняются, они должны сохраняться куда-либо, а не на дисковую систему докер-контейнера. Вот. И вот эти правила, эти нюансы они больше про процессы. Должно быть понятно, как и что делать, какая инфраструктура нужна, и это крайне важно, если ты хочешь получить именно микросервисную архитектуру. Нужна инфраструктура для того, чтобы все это деплоить. То есть по крайней мере вам нужны докер-машины, для того, чтобы эту всю историю можно было замасштабировать. вам нужна хорошая эксплуатация, хорошие админы, которые позволяют это делать. И, соответственно, если вы хотите получать удовольствие от микросервисной архитектуры, то вам нужна единая схема деплоя. То есть деплоить Node.js при помощи торбола какого-нибудь, рельсы при помощи капистрана, наверное, не очень удобно, потому что с этим надо разбираться. Если у вас появляется третий, четвертый, пятый язык, соответственно, если у каждого из них будет отличаться процесс деплоя, сборки, это тоже будет крайне неудобно. Поэтому нужен единый подход, нужен CI, нужен continuous delivery и вот это все. Соответственно, тут что еще важно? Должна быть культура девопса, соответственно, умение настроить pipeline и прочие вещи. То есть вот этот весь оверхед, который возникает при распиливании микросервиса, он достаточно большой и это надо учитывать. Но при этом по моему опыту использование микросервисной архитектуры дает огромный профит в производительности разработки. Почему? потому что когда у тебя есть грубо говоря большая команда 20 человек и у тебя очень большой монолит, никто не понимает как он работает целиком. Джеф Безос это генеральный директор основателя Amazon он сформулировал правило двух пицц. Кто слышал? Отлично. Правило двух пицц заключается в том, что команда должна быть такого размера, чтобы ее можно было накормить двумя пиццами. Почему? Просто эмпирическое правило. На самом деле под этим лежит теория малых групп. Малые группы это группы до 7 человек. Если соответственно у вас больше 7 человек, на самом деле 7 плюс минус 2, то коммуникация становится сильно сложной. В нашем случае за счет четкого контракта между например фронтенд разработкой и бэкенд разработкой нашу команду в чуть меньше 20 человек можно разделить грубо говоря на 2. У нас есть половина бэкендеров и половина фронтендеров. Общаемся только в тех случаях, когда что-то что есть в свагер схеме надо поменять. То есть практически автономно. в итоге какой путь мы проделали? Мы собирались распиливать монолит. В итоге по дороге выяснилось, что наш монолит это исторически сложившаяся случившаяся архитектура и соответственно с такой архитектурой нам необходимо расписать четкие контракты между нашими отдельными сервисами. Что привело к тому, что мы можем легко отказываться от каких-то частей всей этой системы и получать от этого профит удовольствия и прочие вещи. Соответственно вот та архитектура, которая у нас есть сейчас, я бы назвал ее осознанной архитектурой. Да, это не микросервисы, ну потому что для микро они достаточно толстые. Вот. И есть еще много вещей, которые связаны между собой. И да, иногда если тебе надо внести какие-то изменения в API для раздачи контента, тебе придется поправить еще два-три приложения. Да, так есть. Но по крайней мере у нас есть четкое понимание того, что надо исправить, каким последствиям и профитом это приведет и получать от этого удовольствие. Тут я хотел бы еще уточнить, что на прошлом Rails Club в 2016 году был отличный доклад. Так, это старая версия презентации. В общем, тут нет ссылочки. Погуглите монорельсовое приложение в микросервисах. Вот прям парень отлично рассказывал и его практики можно и нужно применять. И, ну, конечно, моя большая любовь это Rails API с изоморфным приложением. Во-первых, рельсы вам позволяют вот та вещь, которая нравится по крайней мере бизнес-заказчикам в Рамблере. Это time-to-market. Ты можешь быстро написать код, который будет работать. И, соответственно, именно за счет скорости разработки на рельсах мы можем себе позволить некий overhead, который дает себе микросервисы. Мы можем позволить себе рефакторинг и прочие задачи по улучшению архитектуры, инфраструктуры, деплоев и прочего. Соответственно, если бы не это, наверное, мы бы так быстро не двигались. У Node.js отличный тулкит. Есть JSON API, который, собственно, это стандарт, который мы активно используем, который впервые был разработан именно для Rails-приложений и первая его реализация была в ActiveModel Serializer, поэтому это стандарт, который вот прям вышел из рельс. И Monolith удобен тем, что у вас всегда есть единый общий язык, на котором вы разговариваете с заказчиком. У нас в Rambler есть наша любимая CMS, которую мы потихоньку приводим к тому виду, когда ее можно удалить либо не удалить, но это уже будет наш выбор. И многие термины, которые мы использовали для нейминга, на этих терминах теперь говорит редакция, теперь так говорит заказчик, потому что это термины системы и то, что с бизнесом появляется один общий язык, на котором вы разговариваете, это огромная польза Monolith, поэтому про это не стоит забывать. Вот, вопросы? Вопросы? Смотри, у меня для этого есть специальный слайд. Вот, грубо говоря, у нас есть докер-машина, на этой докер-машине сейчас крутятся четыре приложения. Вот, одно приложение это именно тот рельсовый API, который отдает контент для ноды. Сколько их? По одному на контейнер. Ох, ты прямо сейчас до магмы придется рассказывать. Смотри, в рамблере мы используем так называемую двухуровневую контейнеризацию. Нам не дают железные тачки, нам дают LXC-контейнеры. Внутри LXC-контейнера находится докер-машина. Соответственно, масштабированием занимается наш отдел эксплуатации. Ну, то есть, они поднимают новые LXC-контейнеры. Единственное, что мы можем сделать, это развернуть внутри них докер-образ. Отлично. А как нода делает запросы? Да, А как можно обмазать запросы? Слушай, это докер-сеть внутри контейнера, то есть, они находятся внутри одной сети. то есть, нода работает всегда со своим инстанцем API. Мы не размазываем. Смотри, вот у нас есть API-гитвей, это на самом деле Nginx, который занимается высокоуровневым роутингом. то есть, там, слэш API резолвится, например, на API, просто слэш на ноду, например. Вот. И, соответственно, вот все эти контейнеры сверху закрыты load-балансером и там обычный round-robin. Ну, то есть, как-то так. А, микросерписы, что у нас микросерписы? Какие примеры микросерписы, которые вы выделили? Хорошо. Смотри, по ходу разработки, да, у нас было некоторое достаточно толстое рельсовое приложение, которое занималось отдачей контента для всех потребителей. Ну, то есть, вне зависимости того, нода это, поисковый бот или некий RSS-агрегатор. В итоге, вот мы это монолитное приложение распилили на три части. Первая часть это именно приложение, которое занимается отдачей контента для ноды. Второе приложение занимается исключительно подготовкой RSS-потоков для различных агрегаторов. И третье приложение это отдельный сервис, у которого своя инфраструктура, это генерация сайтмэпов. Больших, да. Плюс там есть различные маленькие сервисы типа сервис предсказаний, например. Ну, то есть ты заходишь на женский сайт и там нарисована такая печенюшка и ты хочешь узнать свое будущее. И, конечно же, как нормальная 50-летняя женщина, ты нажимаешь на кнопочку и у тебя есть специальный микросервис, который заходит в файлик, выбирает рандомную строчку и возвращает это тебе. Из серии что-нибудь остерегайся лысых. Ну, какую-нибудь такую штуку. Да, это разные проекты. Давайте следующий вопрос. Да, привет, меня зовут Митя. Привет, Митя. Спасибо за доклад. Интересно. Вопрос такой. Когда разрабатываешь что-то, обычно бывает так, что тебе постоянно приходит поток багов и фич новых, которые надо делать, а все вот эти вопросы рефакторинга и архитектуры, они, в общем, к фичам-то не относятся, и они как-то отдельно, на них нужно время выделять. И как вы это у себя делали? Есть два таких способа. Первый, наверное, это уговорить кого-то, что это реально нужно, надо выделить на это отдельное время, а второе это делать в процессе допиливания каких-то фич. Смотри, в нашем случае был абсолютно понятный профит для бизнеса. Тебе нужно реализовать Яндекс.Дзен, ты идешь к 12 project-менеджерам, говоришь, ставишь задачи 12 разработчикам и 12 раз реализуешь ровно одно и то же, но разными способами. Как бы никому не нравится, кроме разработчиков, которые тренируют свои скиллы в написании RSS-ок, например. Вот, поэтому, ну, когда мы пришли к бизнесу и сказали, ребят, давайте мы 12 раз сократим расходы, ну, нам дали карт-бланш. Спасибо за классный доклад. У меня такой вопрос, немного выходящий из его рамки. Что вы думаете об использовании GraphQL как языка общения между сервисами? Мы думаем. Скажем так. А больше есть к чему? Что-то хорошая идея или так себе? Идея мне нравится, но есть нюансы. Вот какие? До каких вы докопались? Ну, во-первых, это каширование. С ним не очень понятно. Во-вторых, это оптимизация базы данных. Ну, потому что у тебя запрос составляет фронт-энд разработчик, который… Нет-нет, я имею в виду общение между бэкэндовыми сервисами. То есть, допустим, микросервис общается с другим микросервисом по GraphQL. Не фронт-энд-бэкэнд, а бэкэнд-бэкэнд. Я не думал об этом. О том, что это в принципе надо. Ну, мне эта идея на первый взгляд кажется, наверное, не очень полезной, просто потому, что когда у тебя есть четкий контракт, да, и ты понимаешь, что вот это должно работать вот так. Суть в том, что Swagger все же некоторое дополнение к джессону. То есть, в каком-то смысле, в кавычках, это костыль. А GraphQL технология, которая сразу дает тебе инструмент поиграться, GraphQL, дает типизацию, дает схему, провоцирует, документировать. То есть, все из коробки. Меня подкупает это, интересует именно этот аспект. Ну, давай поговорим после. Хорошо. Добрый вечер, спасибо за доклад ваш, очень интересно. Да, я тут. Можете рассказать, пожалуйста, про контакты, это не совсем понятно, что это такое вообще. Что я называю контрактом? Да, и как это помогает разделить обязанности? Смотри, с контрактом все очень просто. Это некая договоренность между сервисами, как они между собой общаются. Это публичный API. Вот. И этот контракт должен быть формализован. Формализуем мы его при помощи документирования. Как-то все достаточно просто. Станислав, привет, Миша. Скажи, как именно удается экономить на написании кода, используя Node.js? Вот я сказал, что чтобы не писать код дважды, вы используете Node. Можешь поподробнее рассказать? В чем экономия, в отличие от Vue? В отличие от Vue тут никакой экономии не будет. Просто я даже думаю, что рельсовые Vue писать, наверное, сильно проще. Хотя фронтенд-разработчики со мной могут поспорить. смысл в том, что в любом случае, если ты не будешь использовать серверный рендеринг нодовский, тебе придется реализовывать Vue дважды. Сначала ты реализуешь ее на рельсах, потом тебе придется это повторить на каком-нибудь фронтенд-фреймворке. Ну, придется. Ну, а тут ты реализуешь на ноде, а потом повторяешь на… А тут ты реализуешь на ноде и все. Ну, то есть, смотри, у тебя изоморфное Node.js приложение, это приложение, которое одинаково работает как при серверном рендеринге, так и при клиентском. Соответственно, когда у тебя… Вот еще раз, у тебя приходит запрос из браузера, первый, он у тебя проходит через load balancer, попадает в API, GTVA, редиректится на Node.js, Node.js, в свою очередь, запрашивает контент из API, при том Node.js, да, он выполняет запросы асинхронно и одновременно может там постучаться в 20 ручек и они будут выполняться одновременно. Соответственно, у тебя возвращается твой JSON-чик, рендерим HTML на сервере, возвращаем его клиенту вместе с клиентским JS-кодом, который ровно такой же, как только что выполнился на сервере. Соответственно, дальше у тебя при нажатии какую-нибудь ссылочку не происходит обновление страницы. У тебя происходит запрос в твой API и ты уже напрямую с ним работаешь из браузера. Ну, вот как-то так. И за счет этого тебе не нужно делать вьюшки два раза, потому что у тебя ровно один и тот же код выполняется как на сервере, так и на клиенте. Все, понял, вам спасибо. Давайте последний вопрос. Вы сказали про серверный рендеринг. Меня интересует у вас что-то, крутит ноду, то есть сама нода выплевывает запросы, но менеджмент ресурсов Node.js. Вы пассенджер какой-нибудь там включали или как у вас вот этот вот сегмент? Смотри, нодовские процессы у нас запускаются в BM2, который в принципе у нас Ruby Meetup, поэтому я приведу аналогию из мира Ruby. Есть очень классный инструмент рубишный, он называется i, который позволяет тебе настроить, ну, описать в Ruby DSL какие процессы у тебя должны подниматься, сколько их должно быть, сколько памяти они должны употреблять и как их перезапускать. И, соответственно, PM2 делает ровно то же самое только для Node.js. Поэтому у нас есть Docker образ, в котором у тебя мастер процессом запущен PM2, который в свою очередь мониторит уже нодовские процессы и в случае, если они упали, они перезапускаются. Ну, вот у вас нет проблем, что вот с такой схемой у вас сервер там по ресурсам не справляется. Потому что там нода все память выжирает или CPU. там же нужно много ресурсов, чтобы выжирать память. Там стоит, насколько я помню, стоит ограничение по количеству употребляемых ресурсов. Соответственно, как только Node.js отъедает нужное количество памяти, один из процессов убивается и поднимается новый, который еще не успел отожраться. Ну, как-то так. Да, нода подтекает, но она это делает исключительно на экспрессе. А мы используем коа и с ним вроде каких-то проблем особых продакшен мы не нашли. Спасибо. Давайте еще один последний вопрос. Стар, спасибо за доклад. Вопрос такой. Раньше было несколько вот таких сервисов. Ну, сайтмэпы делались на каждом отдельном сервисе. Сейчас это один сервис, который работает для 12 сайтов. И, соответственно, вопрос отказоустойчивости становится более важным. Если сразу на 12 сайтах сайтмэпы, это будет гораздо более серьезной проблемой. Макс, спасибо за вопрос. Вы для этого в связи с этим начали принимать какие-то дополнительные меры как разработчики? Спасибо тебе еще разок. Я поговорю на свою любимую тему. Мы на мансарде проводим еще мероприятие, которое называется Rambler Elixir. Если вы не принимали в нем участие, то в следующий раз мы будем встречаться наверное в сентябре. Так вот, у нас этот сервис написан на Elixir. Это эрланговская виртуальная машина. Соответственно, инстанции эрланговской виртуальной машины запущены в кластере. В случае, если у тебя во время выполнения какая-то из нод падает, то у тебя поднимаются новые процессы на других нодах. Поэтому там все очень хорошо. Мы правильно делаем. А почему вы все не переписали на Elixir? Потому что для того, чтобы все переписать на Elixir нужны задачи под такой язык. Ну, то есть на Ruby on Rails очень классно писать, если соблюдать некоторые условия. У тебя не разрастается кодовая база до бесконечности, у тебя не очень большая нагрузка, соответственно, не high load, и тебе нужна скорость разработки. С Elixir и Phoenix, который, конечно, во многом перенял рельсовую идеологию, мне кажется, что скорость разработки не такая высокая. Хотя тоже быстро и приятно. Плюс Ruby разработчиков на рынке чуть больше. Но смотри, мы как раз движемся в сторону жертвенной архитектуры, если у нас появится такая задача, что, например, API должна отвечать за 40-50 миллисекунд, или мы захотим через WebSocket передавать какие-то обновления контента, или еще какие-то задачи, которые потребуют решений близких к реалтайму, заменить рельсы на Elixir Go или любую другую штуку, которая будет удобна в этом сервисе достаточно просто. Но при этом я лично предпочитаю писать все же на рельсах, потому что это продуктивно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ